Друзья, я рада приветствовать вас на нарративном раскладе. Сегодня у нас такая более традиционная тема для гаданий в обычном представлении. О таро-раскладах. Сегодня мы с вами попытаемся поисследовать тему, касающуюся какого-то конкретно загаданного человека. Есть у вас наверняка такой мысли и чувства, о котором постоянно с вами никогда-то он не уходит с вашего ментального плана. Всегда где-то незримо присутствует. Может быть, вы продолжаете с ним какой-то внутренний диалог вести. Вот сегодня давайте попробуем с помощью замечательной авторской колоды Кинокадр выяснить, что было, что есть и что будет между вами. Я еще раз напоминаю, что стоит воспринимать этот расклад как хороший способ прислушаться к своему какому-то подсознанию, найти какие-то глубинные ответы внутри себя. Использовать это как зеркало и как подсказки Вселенной. Итак, для начала давайте посмотрим общую карту. Которая задаст тон нашему сегодняшнему раскладу. Друзья, ну посмотрите. По-моему, сегодня будет замечательный расклад. Про интересную, очень такую витиеватую романтическую историю. С множеством всяких сложностей, изгибов, перипетий. Выяснением отношений, конфликтов, каких-то, может быть, ситуаций недопонимания, соревнования. Недаром у нас с вами выпадает замечательная карта с кадром из фильма «Гордость и предубеждение». Есть фильм, есть замечательный сериал. Это прекрасная история по роману Джей Ностин. В общем, друзья, романтический расклад сегодня будет действительно романтическим. И, вероятно, тот человек, о котором вы думаете, вызывает у вас действительно целую бурю эмоций. Итак, ну что ж, замечательно. Мы с вами опять угадали с темой. Вселенная коллективная, бессознательная, дает нам явно понять, что оно нам сегодня даст ответы, будет нам помогать их находить. Итак, у нас будет три карты. Что между вами было? Что есть на данный момент? И что будет? Итак, вот мы с вами сейчас постепенно будем раскрывать эту историю и будем ее сочинять вместе. Итак, что в прошлом ваших отношений? Что между вами уже есть? Между вами есть какое-то очень увлекательное приключение. Все время такой как бы немножко челлендж. Поиск ответов, какие-то догадки, какие-то фантазии, блуждания. Между сном и реальностью. То есть вы все время как бы вынуждены были в диалоге друг с другом перепроверять, переспрашивать. А так ли я это поняла? Мне не показалось ли? А может быть это все сказка и вымысел? То есть у вас история прошлого – это такое сказочное приключение. Давайте с вами еще немножко добавим подробностей. А что еще про ваше прошлое могут нам сказать карты? На что похожа ваша история любви? Может быть это история любви пока платонической, да? Но что в прошлом уже точно в ваших отношениях присутствовало? В ваших отношениях безусловно есть страсть, есть невероятное притяжение. В общем-то даже нет смысла долго эту карту интерпретировать. Вы сошлись на таком неподдельном взаимном интересе. Вот просто физической тяге, от которой очень сложно отмахнуться, да? Уйти куда-то там в работу, сублимировать куда-то эту энергию в другие дела. Не можете вы выкинуть друг друга из головы. Это то, что однозначно уже есть в вашем прошлом. Что еще точно про ваше прошлое и ваши отношения можно сказать? Можно сказать, что либо вы очень долго ожидали этой встречи. Может быть перед тем, как познакомиться с загаданным человеком, вы выдержали достаточно большую паузу, да? И теперь, когда он встретился вам на вашем жизненном пути, вы очень стали ощутимо воспринимать время. Либо оно для вас тянется в разлуке, например, вы как-то его чувствуете, какую-то невыносимую его замедленность. Либо вы наоборот постоянно торопите время до следующей встречи. То есть хотите, чтобы скорее ваше свидание в реальности произошло. То есть у вас сейчас какое-то еще постоянно, ну вот и в прошлом, да, началась эта история, какого-то диалога внутреннего со временем. Либо вы, что называется, чувствуете, что мне пора бы выстроить какие-то серьезные крепкие отношения. И поэтому хочется, чтобы все, что вы наметили, реализовалось как можно быстрее. Это что касается вашего прошлого. Что сейчас на данный момент происходит в ваших отношениях? В ваших отношениях на данный момент очень странные дела происходят, да? Очень много всего сейчас вот стало происходить такого, что заставляет вас, ну, недоумевать, удивляться, иногда раздражаться и гневаться. Ну, то есть по вашим ощущениям вся эта история идет совершенно не туда. Вот вы себе нарисовали уже умозрительно траекторию, да? Куда бы это должно было все вырулить? А идет оно вообще все куда-то лесом. Вот так хочется сказать, да? Какая-то непроглядная тьма, дождь, холод, где-то временами разочарование, невозможность эту эмоциональную тяжесть от той ситуации, которая сейчас происходит, разделить с партнером, да? Либо он, в принципе, вам недоступен, да? Сейчас на какой-то дистанции находится. Либо он вам дает понять, что он не может вас поддержать, да? И вам приходится с этими переживаниями справляться в одиночку. Ну, давайте посмотрим, что это за странные дела-то у вас там такие происходят. С чем это связано? Вот это вот тяжелое, такое эмоциональное ваше состояние. Почему так тяжело? Что происходит? Ну, карта снадобья, да? Карта зелья, яда. Она нам сейчас метафорически пытается сказать, что в каком-то смысле, может быть, вы своим партнером до определенной степени даже отравились, да? Впали в некую зависимость от этого химического вещества. Ну, имеется в виду, что вы на гормональном уровне, может быть, с ним стали переживать такие сильные эмоции, что вы стали просто зависимы от дозы, да? От очередной дозы этих невероятно мощных эмоций, которые вам дают вот этот дофамин, какой-то всплеск удовольствия, радости. То есть вы, получается, немножечко на этого партнера подсели. Ну и, конечно, когда вы в разлуке, или когда вы не понимаете, что происходит, и будет ли следующая встреча, то не нужно тут долго думать и гадать, что вы проживаете такую своего рода эмоциональную ломку. Почему еще сейчас может быть тяжело? С чем это может быть связано? Может быть, давайте немножко узнаем со стороны партнера, да? Как-то он дровишек подбрасывает, чтобы эта ситуация была такая сложная, неразрешимая. С его стороны там в чем? В общем-то, его какой-то вклад вот в это нынешнее состояние неопределенности. Выпадает карта проклятия. В том смысле, может быть, мы эту карту будем интерпретировать, что, может быть, партнер в отношениях с вами столкнулся с какой-то повторяющейся ситуацией. То есть это ситуация из разряда на те же грабли, да? Или какой-то вот этот непройденный кармический урок, или можно это назвать незакрытый гештальт, или это какие-то его паттерны поведения. То есть он изначально выбрал вас, потому что вы как раз для него то, что его очень будоражит, очень привлекает, быстро очень включился в отношения с вами, а потом вдруг обнаружил, что он ходит по этому сценарию уже не первый раз. Ну и своего рода все эти отношения стали таким проклятием для него. Он думает, как, я опять, что ли? Опять буду сейчас проходить заново всю эту песню в тридцать первый раз. Давайте с вами еще, что ли, тут добавим какой-то конкретики. Давайте сейчас попробуем вообще посмотреть, в каких настроениях он сейчас находится, ваш герой романа. почему в настоящем у него тоже какие-то такие нерадостные чувства. Как ему там поживается? Вот он захочет сейчас нам проявить свое истинное душевное состояние. Что про него можно сказать конкретно сейчас? Конкретно сейчас он находится немножко в таком измененном состоянии сознания. Вот не хочется говорить здесь какие-то банальные такие бытовые фразы из разряда может быть он находится в состоянии алкогольного опьянения или что-то такое. В любом случае он сейчас не в себе находится. Уж каким образом он забрел туда в это состояние не будем гадать и фантазировать, но факт тот, что он прибегает возможно к каким-то допингам любого какого-то порядка для того, чтобы скрыться от реальности, для того, чтобы не сталкиваться с решением реальных проблем, для того, чтобы используя этот эскапизм убежать от какой-то тяжелой и невыносимой эмоциональной ситуации. Как он сейчас видит вас? В каких настроениях вы ему рисуетесь? Насколько сейчас вы вообще для него привлекательны? Также он одержим, может быть, вами, да? Давайте посмотрим, какая фигура выпадет на вас. Вот знаете, что интересно? Замечательная актриса Элизабет Хёрли, по-моему, да? Если я ничего не путаю. Один из замечательных фильмов с ее участием называется «Ослепленный желаниями» с Брэндоном Фрейзером, небезызвестным, да, в главной роли. Играет она там дьяволицу. Дьяволицу, которая главного героя, замечательного такого парня, постоянно подвергает каким-то искушениям. Вот у вас такая получается тут парочка, да, что вы друг друга как будто бы все время соблазняете, искушаете, как будто бы заманиваете в какие-то вот эти дебри душевных, эмоциональных переживаний. Вот. Но здесь сейчас такая настала, видимо, стадия, да, что либо вы уже подутомились, потому что это требует, в общем-то, много сил и энергии, как будто хочется куда-то вырулить уже в тихую гавань, но пока это никак не получается. Вот пока у вас ситуация такая застойная. Ну и самый интересный интригующий момент, а что нам карты хотят рассказать про будущее в ваших отношениях? Что будет между вами? Между вами, видите ли, пока ситуация неопределенности, потому что в отношениях участвуют два человека, да, но если один из партнеров, например, спит, или, например, делает вид, что спит, или все время закрывает на что-то глаза, то другой, в принципе, как бы он там активно его лапкой не шебуршил, да, и не мурлыкал, и на ушко бы ему там не нашептывал, в общем-то, толку от этого будет мало. Если один хочет спать, если один из партнеров хочет продолжать оставаться в неведении, или занимать пассивную какую-то позицию, то даже если вы будете в сто раз активнее, это в нем желание не пробудет, потому что если нет какого-то импульса искреннего изнутри стремиться вам навстречу, то вот сколько шансов, да, какова вероятность, какой процент, что вы все-таки разбудите партнера. Но мы с вами еще пока не вытащили дополнительные карты из колоды Оракул Полнолуния. Давайте посмотрим еще про будущее. Это может быть там, собственно говоря, не все так. Может быть проснется эта спящая красавица, кто бы это ни была в ваших отношениях, да, что там в будущем? В будущем у нас господин. Причем, знаете что, вы ведь можете как это воспринять? Господин в вашей жизни, безусловно, на горизонте скоро объявится. Вот большой вопрос успеет ли к тому моменту проснуться ваш загаданный мужчина, да, то есть в любом случае перспектива выстраивания отношений у вас есть, очень хорошая, то есть какая-то мужская фигура заинтересованная вас в ближайшее время точно появится. Но вот тут уже как бы большой вопрос о загаданном ли человеке идет речь. Ну и что еще про будущее нам расскажет эта замечательная колода. Давайте посмотрим, какие там у нас перспективы намечаются. Карта труд. В общем-то, как бы это ни звучало уныло, занудно и душно, но отношения в любом случае это труд, да, в обоюдный вклад с обеих сторон. Вот для того, чтобы цветочек вот этот вот благоухал, его там, не знаю, поливает дождь. В конце концов, для того, чтобы прошло удачно опыление, да, здесь как бы пчелка должна тоже постараться поучаствовать в этом процессе. Для того, чтобы получился мед, соответственно, нужно налетать это вот энное количество километров. В общем, здесь такая вот плотная взаимосвязь последовательных событий. И если где-то эта цепь прерывается, то, конечно, сценарий получается не тот, который вы хотели. Он обрывается, именно возникает вот это ощущение какой-то недосказанности и незавершенности. Давайте с вами еще обратимся к колоде светлых провидцев и посмотрим, в ближайшее время будет ли ваш загаданный человек предпринимать какие-то попытки и шаги, чтобы вот это ваше состояние странных дел сдвинулось в какую-то позитивную сторону. выпадает у нас пятерка мечей. Вы знаете, ну, опять же, мы не привязываемся к значению Таро, но Тарологи обычно говорят, что это одна из самых таких тяжелых по значению карт. Карта разрушения, фрустрации, стресса, переживания, каких-то мучительных, терзающих вот этих душевных сомнений. То есть, вероятно, сейчас карты пытаются нам сказать, что не хватит ресурса у вашего партнера сейчас как-то действовать и проявляться. Посмотрим, а у вас в ближайшее время, поскольку у нас появилась фигура замечательного господина, как у вас будет меняться ваша личная жизнь, потому что может быть она не связана с загаданным человеком. Какие у вас перемены в будущем? Слушайте, ребятки, ну у вас здесь шестерка кубков. Карта воспоминания сентиментальности, но это в том числе и карта семьи, дома. Может быть, конечно, какое-то время вам понадобится для того, чтобы отрефлексировать все, что с вами произошло и не выкидывать ни в коем случае из своей души какие-то теплые переживания, которые связаны с этим загаданным человеком. Но у вас как раз есть ресурсы, есть желание двигаться в сторону построения каких-то крепких отношений. Собственно, я вам и желаю, чтобы вы добились всего того, чего вы хотите. Давайте в конце посмотрим еще, какие в ближайшее время у вас сбудутся желания, что точно произойдет, и по этому признаку вы будете понимать, что вы движетесь, как раз выруливаете в какое-то нужное, приемлемое для вас русло жизни, как бы входите в свою колею. Вот опять же у нас появляется здесь эта мужская фигура, вы знаете, может быть вы сейчас, из-за того, что очень зацепились, как-то зафиксировались на загаданном человеке, вы сейчас не замечаете рядом с собой какого-то прекрасного человека, который давно вам симпатизирует. Он может быть уже давно вами отодвинут во френд-зону, да, и может быть отодвинут он туда немножко опрометчиво. Вот воспримите, пожалуйста, как бы эту информацию, как бы наподумать, да, может быть вы не замечаете, что рядом с вами уже давно есть человек, который искренне глубоко вам симпатизирует. Что еще за знак вы скоро получите? Очень вскоре вы можете оказаться в каком-то интересном месте, вы его воспримите как-то по-новому, вы, возможно, в этом как раз новом месте обретете какое-то новое знакомство, да, это не обязательно будет человек противоположного пола, может быть это будет женщина, да, если расклад смотрит сейчас женщина, девушка, через которую вам придет какое-то очень важное на данный момент знание. Вот присмотритесь к каким-то новым знакомствам. Ну и замечательная карта смех, улыбка, радость. Вы обязательно должны пройти вот эту стадию печали, воспоминаний, каких-то сентиментальных переживаний, но потом, если вы смотрели замечательный пиксаровский мультик «Головоломка», вы помните, там был прекрасный персонаж, который назывался «Печаль». Вот если эту светлую печаль пройти, никак себя не торопить, а побыть в этом состоянии столько, сколько требует ваша душа, то вы неизбежно придете к состоянию облегчения, успокоения, умиротворения, и уже потом вы сможете воспринимать эту жизнь со всей полнотой, со всей радостью, с открытым сердцем. Ну вот, друзья, у нас получился сегодня такой замечательный нарративный расклад. Я очень рада, что вы были сегодня со мной, я надеюсь, что вы услышали для себя какую-то полезную информацию, получили подсказки от Вселенной. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите, пожалуйста, в комментарии свои впечатления. Огромное спасибо вам за донаты, я обязательно жду вас на следующем раскладе. Субтитры сделал DimaTorzok